Одним из первых после инаугурации Путина указом был указ о государственной политике в области исторического просвещения. И он предполагает разработку единых стандартов в преподавании, составление учебников, подача информации об истории России и мира. В принципе, неудивительно, что великий геополитик и историк Путин решил свою маризматическую историю сейчас зафиксировать и на законодательном уровне. А какая тут опасность? Вы знаете, опасность всегда исходит как раз для самодержцев от образования. Недаром одним из самых одиозных министров образования, министров просвещения был граф Уваров с его знаменитой формулой про православие, самодержавие и народность. Вот и сейчас то же самое. В конце концов, если посмотреть на культ князя Александра Невского, который так любит Путин, этот культ возник не в 20 веке. Гораздо-гораздо раньше он понадобился русским государям именно для пиара. Потому что, ну, подлее князя и сделавшего большей гадости для Руси, еще поискать надо, еще поискать и найти. Этот канонизированный русской православной церквью князь все-таки, он продал Россию орде за ярлык на княжение. И, собственно, если говорить о битве на Чудском озере, она произошла после того, как князь сам три раза сходил на территорию нынешней Эстонии и грабил там владения не тефтонских рыцарей, а Ливонского ордена. Потому что там не было никаких немцев, никаких тефтонцев. Там это все придумано уже Сергеем Эйзенштейном. И, собственно, Ливонский орден пошел интересоваться, например, нет, что-то до нас, да, пристал, что к нам, хватит уже. И вот эти вот сказки по поводу провала там под лед, это все, ну, слушайте, дружинники были точно так же одеты, точно так же весели. Неважно, важна легенда, важна легенда. Обратите внимание, как пришел Путин на своем любимом образе тогда, Петра Первого, основавшего Петербург. Но проблема в том, что Петр Первый быстро кончился, потому что он открыл окно в Европу. Путин накрепко его закрыл, поэтому теперь не-не-не, только Иван Грозный, только хардкор, только опричнино. И я тут как раз недавно, мне понадобилось уточнять какое-то количество жертв Ивана Грозного после Новгородского восстания, после узмерения Псковской земли. Я обнаружила в Яндексе огромное количество одинаковых текстов, совершенно современных текстов, по поводу того, что Иван Грозный на самом деле никакой не терибый. И совсем он зайка, и убил-то он всего там навсего, ну, три-четыре, ну, максимум пять тысяч человек, что не так. А в это же время во Франции была Варфоломеевская дочь, и там гораздо больше. Она же просто зайка и котик. И что вы договариваете на нашего царька? Просто прелесть, а не царь. Это вот нынешнее сейчас измышление. Надо сказать, что я, собственно, не зря начала с очень давнего легендирования Александра Невского, потому что у плохих школьников и в XIX веке, и в XX веке, и в XXI веке князь Александр Невский – великий святой земли русской. Хотя вот чуть-чуть, да, копни его, и всё понятно, всё ясно. То есть уже более продвинутые школи, я не говоря уже о студентах, не говоря уже об ИСФАКе, на самом деле, конечно, всё знают, всё понимают. Другое дело, что бывают времена, когда об этом можно говорить. Я очень хорошо помню те самые пресловутые 90-е годы, когда выходили книги, исследования популярные в том числе про того же Александра Невского, можно было всё прочитать и сопоставить. А есть всё равно, когда об этом говорить нельзя. Тогда за того же древнего князя Невского могут просто посадить или оштрафовать за закрепитацию российской армии, потому что он святой покровитель российской армии. И можно за это ответить. А то, что историю практически во всех странах мира, а уж тем более в России, извращают, переписывают, и победители писают историю, это, конечно, так. И Путин об этом прекрасно знает. Он очень хочет историю переписать, он хочет переписать и прошлую историю, а главное – будущее. Недаром же у него это всегда мелькает, что зачем ему мир, когда нет России. А Россия – это Путин. То есть он очень хочет остаться в истории великим, прям величайшим. Недаром везде великий князь Владимир, кстати говоря, Кеневский. И он с ним себя сравнивает, под него себя чистят. И хотел бы остаться… И он делает всё для того, чтобы он остался так в истории. Но этого, конечно, не будет никогда. Редактор субтитров А.Семкин